Всем привет, с вами председатель. Иногда просто поражаешься историческому вранью, что история древнего, средневекового, богатейшего города Мурома превращается в какую-то непонятную сказку с неисторическими персонажами. Об Илье Муромце мы с вами говорили в прошлый раз. Сегодня поговорим о князе Петре и его жене Февронье. В 2022 году указом президента официально установлен был праздник День Семьи, Любви и Верности, который как раз и приурочили к Дню Памяти вот этих вот святых. Я, конечно, тоже за все хорошее и против всего плохого, но предел-то у идиотизма должен быть. Поговорим про других святых муромских князей. Заглянем в Муромский музей, где, кстати, и представлены иконы этих святых. Удивительно святых, но исторически несуществующих людей. Поглядим в музей на муромские клады и дохристианскую археологию, которая вся спрятана в фондах. А по сути весь музей – это история церкви, иконописи. Но тоже, как говорится, не без косяков. Вот в этой вот иконе неопалимая купина, подписи евангелистов напротив фигур тетраморфа, как всегда перепутаны. Ну что ж, давайте в очередной раз убедимся, что вся история России – это и есть история церкви. Но я не знаю, как вам, мне лично такая история не нужна. Но давайте обо всем по порядку после короткой рекламы. Зарубежные бренды превратились в лотерею. Но у нас есть достойный ответ Западу. Родная электроника от тюменского бренда Кейс Гуру. Тюменцы представили линейку умных смарт-часов, которые заменяют телефон. В смарт-часах Кейс Гуру есть гарнитура, можно разговаривать прямо с них. Набирать номер и читать сообщения. Часы Кейс Гуру совместимы с Android, iOS и Windows. За секунды синхронизируются со смартфоном. В отличие от Apple Watch, совместимы их только с Apple. Часы Кейс Гуру работают без зарядки до 10 суток, пока яблоки за 100 тысяч тянут полтора дня. Но тюмен-часы стоят в 10 раз меньше. Ремни часов Кейс Гуру из гипоаллергенного силикона не раздражают и не натирают запястья. Другие бренды либо экономят на материалах, либо дерут за это огромные суммы. Смарт-часы CG Watch Force могут попасть в книгу рекордов Гиннеса. В них более 100 спортивных режимов и ударопрочный корпус из авиационного алюминия. Дисплей тюменских спортов 46 миллиметров на 10% больше, чем у флагманской модели Apple, которая в 8 раз дороже. У часов CG Watch Classic разрешение дисплея, как у флагмана Apple, потому что экраны заказывают на одном заводе, а стоят в разы меньше американцев. Сканируй QR-код или переходи по ссылке в описании. Там ссылка на умные часы CG Watch по разумной цене. Ну и вот вам мой промокод на скидку до 500 рублей. Я ехал в Муром еще и в предвкушении посещения музея этого города. Ну, помимо того, что нам рассказали реконструкторы, какая у этого города богатая археология, причем не христианская, а дохристианская. Ее еще называют не славянской, а якобы финно-угорской. И вот местный историк, археолог Владимир Викторович Бейликчи как раз копает один за другим могильники Муромской земли. Обряд и способ погребения, как вы понимаете, тоже отличаются у христианского обряда и у так называемого языческого. Ну, не будем вдаваться в подробности, скажу, что христиан просто с конями, при оружии и с украшениями не хоронили. Они не викинги, в Валькхалу не собирались после смерти. А в райском саду, как вы понимаете, оружие и кони не нужны. Ну, а украшение женского наряда из серебра или бронзы доходило аж до 30 килограмм. И даже в историческом музее на Красной площади в восьмом зале представлены вещи из захоронения женщины из племени Мурома. Это находки якобы 1910 года. Причем случайные. Как нам говорят, их обнаружили при строительстве дороги Муром-Меленки у деревни Подболотня, так называемый Подболотинский могильник. Явно захоронение знатной женщины, украшенной с ног до головы бронзовыми бляхами, цепками, кольцами, колокольчиками, расшитыми головными уборами и такую же обувью. То есть муромская археология со своими курганами и могильниками очень богатая. Ну и плюс ко всему знаменитый клад куфических дирхем в 41 килограмм. Там практически 11 тысяч серебряных монет. Это считается один из самых больших кладов в Восточной Европе. А в местном Муромском музее вот этой вот великой муромской археологии всего лишь один маленький стендик. И то туда умудрились положить христианские крестики. Склеенный горшок, как здесь написано, гончарный древнерусский. Конец 12 века, первая половина 13-го. Как раз из раскопок в селе Карачарова, откуда родом якобы Илья Муромец. Бусы стеклянные, почему-то через запятую написано Древняя Русь, Сирия, Византия. Так, видимо, и не поняли, кому они принадлежат. И точно так же датировка стоит 10-13 века. Сюда же запихнули белокаменные фрагменты колонны и блок. Даже без указания, какому зданию они принадлежали. Просто с раскопок. Буквально горсть украшения племени Мурома, как здесь написано, бронзовые и серебряные. Это как раз из того подболотинского могильника. И вот эти вот два меча, как здесь написано, франкские, тоже найдены в подболотьевском могильнике, датированы 10-м веком, 800-е, 950-е годы. Ну, то есть, те самые мечи каролингского типа, о которых мы всегда говорим. Согласитесь, интересно, франкские мечи в древних муромских захоронениях. Ну, и вот такая вот интересная бронзовая фибула со звериными головами. Как здесь написано, это Скандинавия, 10-й, начало 11-го века. Тот же подболотьевский могильник. Ну, и для чего-то сюда впихнули кучу тельников, энколпионов, крестов. И получился какой-то стенд сборной солянки. Потому что, если мы обернемся от этого стенда, то вся остальная экспозиция этого зала – это иконы, кресты и всевозможная церковная утварь. В виде библии в окладах, кадильниц, церковных кубков и чаш. А, ну, еще один сборный стенд, где мы можем видеть кольчугу, копье, бердыш и шлем и щит. Явно персидской работы, не русской. Ну, просто этого дает арабская вязь. И сцены охоты, которые, если честно, мне очень сильно напомнили то самое закамское серебро. Якобы блюда сосанидов. Тоже с такими же похожими сценами охоты. Но, правда, блюда сосанидов относят к первому тысячелетию нашей эры. А вот эти щиты и шлем датируют как раз 16-17 веком. Хотя мы видим, что эти предметы явно не археологические находки. Но они просто в отличном состоянии. Это коллекция некого купца-жадина. Вот он здесь на фотографии как раз позирует в доспехах и с оружием из своей коллекции. Пришла советская власть, купца расстреляли по идейным соображениям, а коллекцию ЧК передало как раз вот в Муромский музей. Но откуда эти предметы были? Никакой информации нет. Нашли их в Муроме или привезли из Ирана. Тоже нигде ничего не написано. Ну, шлем, если на то пошло, то это типичный кулах-худ. Персидские шлемы, Иран, вот этот шлем 17 века, вот этот вот 18 века. Ну и как пишет Рассел Робинсон в своей книге «Доспехи народов Востока. История оборонительного вооружения», что они использовались вплоть до 19 века. Однако к этому времени имели скорее декоративное, чем боевое значение, а также носили характер сувенирной продукции. Подобная продукция скупалась коллекционерами и туристами. Она, как правило, отличалась низким качеством. Ну, не знаю, можно это отнести к экспонатам Муромского музея или нет. Но, согласитесь, точно так же мы толком ничего не знаем про ту же Иерихонскую шапку, которая поначалу считалась шлемом Александра Невского, а потом ее приписали к первому Романову, Михаилу Федоровичу. И сейчас этот шлем считается одним из шедевров русского оружейного искусства 17 века. И приписывают его работе русского оружейника Никите Давыдова. Но я, если честно, в этом сильно сомневаюсь. Ну, и вот этот вот стенд, где пушки, кольчуги, щиты, мечи, вроде бы военная коллекция, тоже решили разбавить парочкой икон, кадилой и крестом с распятием. И вот хочется спросить, а для чего? Ну, сделайте отдельные стенды. Муровские языческие могильники. Даже пусть не языческие, дохристианские. Персидские военизированные доспехи. Оружие. Ну, и отдельный стенд сделайте с крестами, кадилами и прочей церковной утварью. Почему тогда есть отдельные христианские стенды? Вот, например, вот этот вот. Ведь ума хватило как-то сюда не положить Коран или лошадиную сбрую какую-нибудь. А вот в этом как раз и есть огромный большой минус нашей христианской церкви. Что они на всем пытаются поставить свой крест. Былинного героя Илью Муромца нужно сделать монахом. В руку ему вложить крест с распятием. И тем самым они хотят подчеркнуть, что христианская церковь на Руси была всегда. Она неотъемлема от истории России. Именно поэтому Муромский музей такой бедный. Ну, потому что эта коллекция не отображает настоящую историю этого города. И Тамбовский музей такой же бедный. Хотя археология этих мест потрясающая. И вот музей Пензы с той коллекцией, которую я вам показывал, помните, директором которого был Артем Павлихин. Так всю эту коллекцию из этого музея тоже убрали. Там остались почетные люди Пензы, женский зал Пензы. Ну, то есть в него даже нет смысла сейчас идти. Про Муромский музей я, конечно, так не скажу, потому что здесь хотя бы интересная коллекция икон. Но также со своими косяками. Точно так же, как наша церковь ставит везде свои кресты, она пытается все подписать. Эту тему я пока что отложил в сторонку. Помните, мы с вами говорили о подмене ветхозаветного бога новозаветным. Когда все иконы, все образы из ветхозаветных переделывались в новозаветных. И здесь интересная коллекция. Во-первых, смотрите, очень интересная икона «Спас недреманное око», где на ложе лежит Эммануил, которого наша церковь трактует как отрока Иисуса Христа. То есть Иисуса Христа то в младенческом, то в подростковом возрасте. А вверху мы видим Господь Саваоф. Причем я бы даже не сказал, что он с седой и с седой бородой. Ну, конечно, тут все подписали, даже где-то замазали, что-то исправили. Но яркий пример бездумного подписания и исправления это вот эта вот икона «Неопалимая купина». Здесь вот перепутан Марк опять с Иоанном. Лев здесь. Здесь даже не видно, кто написан. Но Лев здесь и Иоанн, соответственно. А Орел Марк. А как мы знаем, что символ Венеции... Лев. Флаг венецианцев, герб венецианцев – это Лев. Здесь просто опять перепутано было. О чем говорят? О том, что это поздние подписи. Кто смотрел мои видео по подмене Бога Ветхозаветного на Новозаветного, тот в курсе, что есть Ветхозаветные иконы, которые потом просто исправлялись. Вот как это. Как вы понимаете, в Ветхом Завете никаких сведений о евангелистах еще нет. А животных тетраморфа из ведения пророка и езекииля из Ветхого Завета просто приписали к четырем евангелистам Марку, Матфею, Луке и Иоанну. Ну а наши бестолковые переписчики икон даже не смогли правильно подписать этих животных тетраморфа. Ну а что это Ветхозаветная икона, тут, собственно, и доказывать не нужно. Во-первых, она не канонична и считается даже старообрядческой. Многие похожие иконы одно время даже были запрещены. Ну а во-вторых, здесь нет ни одного Новозаветного сюжета. Здесь нет ни распятия Иисуса Христа, вообще нет Иисуса Христа. На руках у Богородицы, как вы понимаете, Эммануил. Это Ветхозаветное пророчество Исаии. Об этом мы с вами говорили. Ну и все остальные сюжеты на этой иконе тоже Ветхозаветные. Вот тут вот Моисей перед горящим кустом. Горящим, но не сгорающим, да? Это и есть неопалимая купина. Вот тут вот Сон Якова. Это тоже Ветхий Завет, Книга Бытия. Врата Иезекииля. И Лестница Якова. Все это также Ветхозаветные сюжеты. Кстати, обратите внимание, какой персонаж выходит из Врат Иезекииля. Так это Иисус Христос, скажите. И об этом мы с вами тоже говорили, как образ Бога Отца перешел к Богу Сыну. В Ветхом Завете, как вы понимаете, никакого Иисуса Христа еще нет, а сюжет, который описан в книге пророка Иезекииля, как раз нам рассказывает про прохождение Господа в храм через восточные врата. И согласно пророчеству, эти врата оставались закрытыми, поскольку через них вошел сам Господь, Бог Израилев. А что у нас сейчас в церквях с Востока? Правильно, никаких врат нет, там алтари. Вернее, апсиды алтарей. Так, ну идем дальше по истории Мурома. Ведь здесь же на иконах мы видим как раз всех муромских чудотворцев. То есть всю историю Мурома. Кстати, об истории. СССР. Сверхдержава. Первое в мире социалистическое государство. Советский Союз спас мир от фашизма. Первым отправил человека в космос и имел огромную экономику, которая производила 20% мировой промышленной продукции. Труд советских людей покорил атом. Создавал электростанции, заводы, железные дороги, больницы, школы. Дал бесплатное жилье, образование и медицину миллионам людей. Советские ученые двигали мировую науку вперед. Спортсмены установили сотни мировых рекордов. Советский кинематограф и искусство процветали. А люди были самыми читающими в мире. Было ли все так хорошо в Советском Союзе? С какими проблемами сталкивалась социалистическая сверхдержава? И почему Советский Союз развалился? Узнайте главное о Советском Союзе в новых видео на канале Лекторий Достоевский. Переходите по ссылке в описании к видео и обязательно подписывайтесь. Так вот, про историю Мурома. Икона – собор муромских чудотворцев. Тут только Ильи Муромца не хватает. Ну, понятно, икона, как нам говорят, конец 17 века. Вряд ли его в 17 веке еще отождествляли с преподобным Ильей Печорским, монахом Киево-Печерской лавры. Про Илью Муромца я подробно рассказал вам в прошлом видео. А в телеграм-канале даже выложил собственно озвученную аудио статью «Богатырь-казак Илья Муромец как историческое лицо». Статью вообще всем рекомендую к прочтению. Ну, а кому лень или нет времени, в общем, для удобства я записал аудио-версию на целый час. Итак, на этой иконе мы видим святых муромских князей. Благоверный князь Константин и чадо его Михаил и Федор. Дальше еще одна княжеская чета, всем известный Петр и Февронья и Ульяна Лазаревская. Но она как раз единственный исторический представитель из всех вот этих вот муромских чудотворцев. Видимо, какая-то местная благодетельница, которая умерла только в начале 17 века. Как нам говорят, она прославилась благочестивую жизнью, поддержкой нищих и заключенных. Но, как вы понимаете, чудотворицей она стала не поэтому. Это обычные хорошие дела. Как поется в песне, хорошими делами прославиться нельзя. Кто людям помогает, лишь тратит время зря. Хорошими делами прославиться нельзя. А дальше все по нашим православным канонам. После обретения чудотворных нетленных мощей как раз и началось ее почитание. И к 1649 году было задокументировано 21 чудо у ее гроба. Ну, ладно, это дело веры. Ну, как я сказал, это персонаж 17 века. Что же с историей Мурома происходило в доромановскую эпоху? Ведь остальные святые чудотворцы к официальной истории Мурома ну, просто никак не относятся. Благоверный князь Константин и его два сына Федор и Михаил по официальной истории никогда не существовали. Да, есть картина крещения Мурома князем Константином. И историки с церковью начинают как раз натягивать сову на глобус. Отождествляют этого крестителя Мурома князя Константина уже с летописным князем Ярославом Святославичем. Но в крещении он Панкратий, не Константин. И дети у него Юрий, Святослав и Ростислав, а не Михаил и Федор. Житие которых, скорее всего, просто придумывалось на ходу. Якобы в Муроме жили язычники. Константин попросил у своего отца дать ему в удел город Муром. Чтобы просветить эту страну светом христианской веры. Но сам в Муром не поехал, а отправил своего сына Михаила. Но кровожадные язычники сбросили его со стен. Поэтому Константин был вынужден взять город силой. Но в итоге и силой не получилось. И вот уже когда толпа язычников направилась к его крепости, он вышел с образом Муром с коризанской иконы Богородицы. Шебутные язычники сразу успокоились и благоговейно склонились предсвятым образом. Ну а его сын Федор при его поддержке продолжил миссионерскую работу в окрестностях. И я там был, мед, пиво пил, ну и все в таком духе. Почему придумывается история Мурома на ходу? Да потому что, скорее всего, до 17 века он еще не принадлежал первым романовским царям. Ну то есть, если с Пензой все просто, Пенза образовалась только в 17 веке, там никакой истории не может быть, там вообще дикое поле. И то же самое с Тамбовом и с другими городами. То вот Муром был очень известным и богатым средневековым городом. И вы замечаете, что в житие князья берут на себя миссионерские обязанности. Как я вам говорил, князь это всего лишь воевода церкви. А эту церковь в Муроме должен был кто-то построить. Где тот епископ, который пришел в Муром и воеводой которого был уже вот этот вот муромский князь? Ну, ту же Пермь, как мы помним, крестил Стефаний Пермский. Епископ, смотрящий по-гречески. Но вот история муромской епархии тоже очень сомнительна. Якобы кафедру в Муроме учредил в 1198 году некий епископ Арсений с титулом Муромский и Рязанский. Ну, то есть спустя 70 лет после смерти Ярослава Святославича, которого якобы отождествляют с крестителем Мурома Константином. Да, понимаете, уже косяки в хронологии. А спустя еще 100 лет некто Василий Рязанский, очередной епископ, якобы муромцами, уже был выгнан из города и он перенес свою кафедру в Рязань. Потом Рязань, как вы знаете, была разрушена монгол-татарами, ну, то есть стерта с лица земли. И эту кафедру уже перенесли в Переславль Рязанский. И, в общем, она так гуляла и в Муром вернулась только в середине 19 века. И то не как самостоятельная епархия, а как викарианство Владимирской епархии. Викарий это уже на латинском заместитель-наместник, то есть епископ, не имеющий своей епархии. Это вам к слову о крещении Мурома. Причем археологически это крещение тоже никак не просматривается. Вся археология, как я уже сказал, дохристианская. Ну, во всяком случае, что касается захоронений, а не каких-то там случайных находок в виде вот таких вот инколпионов и тельников. Что касается еще одних муромских чудотворцев Петра и Февроньи, иконы которых тоже висят в Муромском музее. При этом мощи всех этих святых чудотворцев, которых я перечислил, естественно, разложены по муромским монастырям. То есть, вы понимаете, мощи несуществующих людей, исторически неподтвержденных. А этих мощей, как вы понимаете, с монастырского кладбища можно набрать сколько угодно. Вот, например, образовалась такая вот часовенька, косница. Ну, то есть, не нужно ехать в Париж, поглядеть на парижские катакомбы, забитые человеческими костями и черепами. В Муроме есть свои костницы. Кто эти люди, естественно, никто не знает. Просто решили сделать вот такой вот перформанс. Про фабрику, создающую святые мощи, я уже делал несколько видео, поэтому не хочется повторяться, советская власть в рамках кампании по вскрытию мощей вскрывала мощи в том числе Петра и Февроньи и муромских крестителей князей. И там, в принципе, все одно и то же костей не хватает, вата, какие-то куклы, в общем, ничего нового. Так вот, Петр и Февронья. Тут совсем все плохо, то есть, не только летописи не знают такого муромского князя, как Петра и его жену Февронью, и их опять начинают там с кем-то отождествлять, но почитание приравнивают к дню их смерти 25 июня 1228 года. Откуда взята эта дата, непонятно, как я вам уже сказал, летописных источников нет. Мало того, даже церковного жития этих муромских святых не существует. А что есть? А есть повесть о Петре и Февронии муромских. И эта повесть является памятником древнерусской литературы, якобы середины 16 века. И вот это вот единственный источник о так называемых русских православных святых Петре и Февронии, который включает в себя, между прочим, сказочные и фольклорные элементы. Ну, буквально в двух словах я вам перескажу сюжет, а вы мне напишите в комментариях, а за что вообще Петра и Февронию причислили к лику святых? За какие заслуги перед церковью? И вот в музее, кстати, есть икона с клеймами, как раз по сюжету этой повести. Когда-то в городе Муроме правил князь Павел. По летописям такого муромского князя не было никогда. Петр и Павел, как вы понимаете, новозаветные персонажи. Когда его не было дома, к его жене являлся летающий огненный змей на блуд. Другим людям он казался князем Павлом. Княгиня, естественно, призналась во всем мужу. И он велел жене выспросить у змея, отчего тому смерть может прийти. Змей рассказал княгине, что смерть его будет от Петрова плеча, от Агрекова меча. Археология, естественно, никаких Агреков и Кладенцов не упоминает. Одни только вот такие вот франкские, каролинкские мечи. Так вот, у князя был брат Петр, и он решил убить змея, но не знал, где взять вот этот вот Агреков меч. С горем пополам Петр все-таки находит этот меч. И после выяснения, кто на самом деле князь, а кто змей, Петр убивает змея. Ну, помните, потому что другие видели змея как раз князем Павлом. И вот, умирая, змей принял свое обличие и обрызгал Петра кровью, от которой тот заболел проказой. Вот, собственно, с этого и начинается история Петра и Февроньи, которая была крестьянкой. Прямо история Золушки и принца. Так вот, гонец князя отыскал эту Февронью, и она якобы сидит за ткацким станком, а перед ней скачет заяц. И, говоря загадками, Февронья испытывала гостя на знание языка мудрости. Ну, а это, видимо, было заимствовано, когда царица Савская испытывала царя Соломона тоже своими загадками. Ну, загадки я вам рассказывать не буду. В общем, Февронья в качестве платы за лечение Петра пожелала, чтобы князь женился на ней после исцеления. И вроде бы князь пообещал на ней жениться, но после того, как она его исцелила, не сдержал своего слова. Но Февронь тоже не будь дурой и намеренно не залечила один струп на теле князя, из-за чего болезнь возобновилась. Ну, пока только хитрость, вранье, несоблюдение договора, ну, то есть, все прям по Ветхому Завету. Где же заслуги перед церковью? Причем, Февронья-то знахарка, заговоры, колдовство. Вроде церковь с этим боролась. И странно, вместо того, что Петр упал на колени в церкви и начал молиться с утра до ночи о своем исцелении Иисусу Христу, он вообще не молится и в церковь не идет, а ищет знахаря. Так вот, после хитрости Февронь, когда он опять заболел, после мнимого еще раз вылечила и уже на этот раз он на ней женился. Но тут уже бояре ему предъявили, что, мол, ты че, на простолюдинке-то женился? И возвысил ее, поставил над знатными баронями города Мурома. В общем, делать нечего, Петр и Февронья собрали свои манатки и уплыли из Мурома. И началась в Муроме смута. Борьба за власть, все друг дружку перебили и давай просить у Петра и Февроньи, чтоб они вернулись. И вот они вернулись и все стало хорошо и Февронья в дальнейшем сумела заслужить любовь горожан. Собственно, на этом история как бы и кончается. Но, правда, уже в преклонных летах они принимают монашеский постриг. И вот они молили Бога, чтоб им умереть в один день. И при этом завещали тела их положить в одном гробу, заранее этот гроб приготовив. Тоже традиция непонятная, христианских таких захоронений археологически не подтверждается. А вот что касается дохристианских захоронений, то археологи находят так называемые парные захоронения мужчина-женщина. Так тут дело вот еще в чем. Был учрежден праздник День Семьи, Любви и Верности. И он как раз приурочен к памяти вот этих вот святых Петра и Февроньи. День Семьи, Любви и Верности. А семья-то у них без детей, а любовь-то у них по расчету. Да и по всей видимости они так надоели друг другу, что ушли в разные монастыри, чтобы не видеть друг друга. Но как говорится, чему молились, то и произошло. Скончались они в один день. И вот собственно до того момента, как они не померли, никаких заслуг перед церковью у них не было. За что их собственно сделали святыми-то? Но как говорится, какая же сказка без чуда. Так вот, сочтя погребения в одном гробу несовместимыми с монашеским званием, их тела положили в разные гробы, причем в разных обителях. Но на следующий день они оказались опять вместе. Их снова положили в разные гробы, но на следующее утро их тела опять обнаружили вместе. Ну и потом плюнули и так и погребли их в едином гробу. Тут и сказочке конец. И вот они вроде лежали в этом едином гробу, никого не трогали. И спустя 300 лет пришел в град Муром Иван Грозный перед походом на Казань и поставил на их мощах церковь. Ну и их, собственно, причислили к лику святых. За что? А просто так. Но с другой стороны, почему бы и нет? И вы понимаете, получается так, что церковь замещает собой всю историю. И до сих пор официальные историки, профессора, академики идут на поводу у этой церкви. И в музеях вместо настоящей истории города мы видим церковные чудеса и легенды. И церковь после развала Советского Союза опять залезла в музей. Ну, помимо того, что ей возвращают исторические архитектурные объекты, иконы из музейных хранилищ переносят в храм. Так еще и из музеев убирают всю археологию, знаете куда? В некие фонды. А все экспозиции это получается церковная утварь и иконы. Это как сказочка про лисицу и зайчика, которая зашла в дом погреться, а потом зайчика выгнала. И именно поэтому я и говорю, что история России это и есть история церкви. Но мне эта история неинтересна. Это поддельная история, так как она пришла на эти земли вместе с Романовыми, с так называемой Никоновской реформой. А что же с Муромом было на самом деле? Никто, боюсь, и не узнает, но есть подсказки. Вот смотрите. Численность населения Мурома по годам. И удивительно, в 1574 году Муром всего состоит из 149 человек. Это огромный, богатейший средневековый город, где найден клад из куфических дирхем в 40 килограмм. Нам, конечно, придумывают какую-то легенду про моровую язву, про эпидемию чумы, но, скорее всего, этот город и был уничтожен. Всех людей вырезали, и в 1669 году уже 1200 человек. Ну и дальнейший рост населения. Мурома это народ угрофинского происхождения. Мурома упоминается в повести временных лет в числе народов, населявших Древнюю Русь. Но со временем Мурома была ассимилирована славянами, то есть приняла участие в формировании древнерусской народности, а как самостоятельный народ исчезла. Но на память о Муроме нам сохранился их племенной центр, город Муром, один из самых древних русских городов. Жду ваших комментариев, что вы думаете по этому поводу. Не забудьте оценить это видео. Ну и по традиции минутка предсельмага. Осень может стать теплее лета в идеальной шерстяной рубашке из магазина русскаяодежда.рф предсельмаг. Словно калейдоскоп падающих листьев красные, коричневые, зеленые и синие. Мягкие и уютные косоворотки из шерсти с добавлением кашемира. Рубашка на пуговицах, надетая поверх любимой футболки с большими карманами. Шерстяная коричневая клетка с наиудобнейшими кнопками. Брутальная клетка на молнии необыкновенно комфортная, к тому же усовершенствованная капюшоном. Теперь и шапка не потребуется. Попробуйте надеть плотную шерстяную рубаху поверх легкой льняной или конопляной. Оцените преимущество натуральных тканей. Выбор рубашек и косовороток огромный. Цвета очень позитивные. Натуральная фактурная крапива новый лидер осенних продаж. Хлопковые гимнастерки с завышенным воротом или яркие и теплые рубашки тоже прекрасное осеннее решение. Вовсе не обязательно, чтобы цвет рубашки совпадал с цветом брюк. Как никогда актуальны теплые джоггеры, манжет-резинка прекрасная защита от ветра. Отличный вариант свободной карго из натурального бархатистого хлопка, мягкого и очень приятного к телу. Как и мужские брюки на резинке, женские укороченные бананы смотрятся роскошно и садятся идеально на любую фигуру за счет резинки в поясе. Украшением любого наряда станет двусторонняя душегрейка из оригинальных павлово-посадских чистошерстяных платков. Русская одежда помнит о своих корнях. Если ваш дар вот такой особенный, в комплекте с меховыми рукавичками и сумочкой из того же платка, он не может не восхищать и способен стать символом любви и красоты. Окружите близких теплотой и заботой из предсельмага или побалуйте себя уютным костюмом из хлопкового трикотажа с начесом разных цветов, с принтами и без. Прекрасным дополнением станет меховой жилет из овечьей шерсти, белого или других красивых цветов. Наша новинка женская шубка и, конечно, легендарная стеганая телогрейка. У нас свое производство, исполним любые индивидуальные корректировки. А если что-то не подойдет, всегда обменяем в нашем московском шоуруме на земляном валу 7 или интернет-магазине русскаяодежда.рф предсельмаг. Ну и на этом у меня сегодня все. С вами был председатель. Ставьте большой палец вверх, если вам действительно понравилось видео. Подписывайтесь на мой канал, ну и увидимся в будущем. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok